В общем-то, у меня такой достаточно сложный материал, который я бы даже предпочитал бы иногда читать, а не рассказывать. Ну и кроме этого, у меня такой вызов, который описал в 50-е годы американский психолог Дэвид Аюзбель. Он говорил о том, что прежде чем кому-то что-то рассказывать, узнаете, что люди знают. Ну и мне в это немножко повезло. То есть я заметил, как вы занимаетесь моделированием организационного развития. И, в общем, я примерно понимаю контекст, о чем идет речь. Хотя, в общем-то, вот именно в этот контекст лекция у меня называется «Организационное развитие». То есть нам надо с вами договориться о понимании, как мы понимаем организацию, как мы понимаем развитие. И мы предполагаем, что есть какой-то процесс, который нам позволяет организовывать это развитие в организациях. Я думаю, что вы это от меня ждете. Ну и на самом деле это, в общем, такие не очень тривиальные вещи. Поэтому я начну с того, что мы с вами погрузимся в какой-то один контекст. Вот в 2008 году компания Goldman Sachs опубликовала график, на котором показано, сколько лет каким странам понадобилось для увеличения производства валового внутреннего продукта на душу населения. Вот посмотрите, раньше всех эту промышленную революцию, а мы с вами в основном представители промышленных, ну и будем говорить, компаний торговых, но торговых промышленными товарами. Это начало Англия, и переход производства валового внутреннего продукта на душу населения с 1000 долларов до 2000 долларов на душу населения у Англии занял, как вы видите, 190 лет. Страна, которая позднее всех включилась в эту гонку, это Вьетнам, это уже где-то середина 20 века. То есть этот переход, валовый внутренний продукт с 1000 долларов на душу населения до 2000 долларов на душу населения занял, как мы видим, так же, как у Индии, 15 лет. Значит, вы меня спросите, где здесь Россия, я вам отдельно могу сказать. Вот в 1885 году в России этот показатель был 865 долларов на душу населения. Это очищенные доллары, то есть это те же доллары, которые у нас сейчас. Значит, в 1913 году это было 1500 долларов, в 1950 году 2800. Сейчас у нас показатель, я думаю, что не буду спрашивать, кто знает, от 18 тысяч до 20 тысяч долларов на душу населения. Это включая работающее население и неработающее население. В стране у нас примерно 140 миллионов жителей, из них 50% 70 миллионов работающего населения. Значит, здесь мы видим графики, которые показывают, какую долю в процентах валового внутреннего продукта в экономиках мира занимали те или иные страны в определенные промежутки времени. Ну, то есть буквально с первого века нашей эры. Вот мы видим, что страны бывшего Советского Союза до 70-х годов шли примерно на уровне 10% отвалового внутреннего продукта мира. И затем, по сути дела, автор этой презентации основывается на данных Мирового банка и Энгуса Мэдисона, историка экономики. Видите, кривая наша здорово идет вниз. И в настоящий момент экономика Российской Федерации занимает от 3 до 4% в экономиках мира по разным оценкам. Если бы можно было представить карту мира как карту экономик, то мы бы получили с вами вот такую картинку. Россия вместе со своей экономикой занимала бы вон то место, которое мы привыкли видеть на географической карте, но уже совсем другими размерами. Ну или вот такой вот взгляд. Какое место занимает экономика Российской Федерации в валовом внутреннем продукте мира. Ну и, в общем, по этому показателю промышленность Российской Федерации, ее торговля, агропромышленный комплекс находится, по данным Международного валютного фонда, на 46-м месте, среди полутора сотен стран. Ну, по данным Мирового банка на 44-м и по данным Central Intelligence Agency, который мы обычно называем Центральное разведывательное управление, но мы уже русский, как бы английский язык знаем, то есть это Центральное интеллектуальное агентство США. То есть они считают, что мы находимся на 60-м. Значит, в США на душу населения производятся товары и услуг на 50 тысяч долларов, в Германии там 40-43 тысячи долларов. Когда такая глобальная компания, как САП или любая другая, приходит на мировой рынок или в ту страну, которая занимает какое-то место в мировой экономике, со своей технологией или с какой-то идеей догоняющего развития, то, в общем-то, мы, как я понимаю, должны думать о том, что экономика этой страны состоит из множества маленьких, больших и крупных компаний, которые в итоге вносят свою долю во внутренний валовый продукт экономики страны, что в конечном итоге, конечно, отражается на благосостоянии всех граждан. И, на мой взгляд, это имеет прямое отношение к организационному развитию. Вот организационное развитие в том контексте, о котором я сейчас вам говорю, это если бы мы представили, что 70 миллионов занятого населения России производила бы валового внутреннего продукта, так же, как в Соединенных Штатах, по 114 тысяч долларов на человека, и экономика Российской Федерации была бы не 2 триллиона долларов, как сейчас, а 8, то есть в 4 раза больше. И, в общем, вот такая, как мне кажется, задача в глобальном масштабе стоит перед персоналом любой компании. Хотя, на мой взгляд, она не артикулируется. Ну, потому что, если спросить у топ-менеджеров, у владельцев компании, а в чем, собственно, цель бизнеса, то вряд ли кто-то сформулирует свою цель, как повышение благосостояния конкретных граждан страны. Но в итоге, как мы видим, к этому, в общем, все и приводит. Поэтому мне хочется с вами об этом говорить. А дальше мы с вами можем говорить о том, чем, собственно, экономика организации или организация производства в конкретном предприятии будет отличаться от организации производства в США, в Германии, или в Бурунде, или в Бангладеш. Потому что только в этом масштабе мы можем увидеть, существует ли вообще развитие. Если мы такой масштаб с вами не зададим, то можем, в общем-то, сказать, что а и у нас вокруг существуют организации, в которых не менялась ни структура, ни оборудование, ни материала в течение 70 лет. И ничего, вы мне скажете, неплохо живут. Так ведь? Поэтому у меня, в принципе, сейчас есть вопрос к вам. А как мы понимаем, что такое развитие? Как мы понимаем, что организация вообще развивается? Есть у вас какие-то предложения, по каким критериям мы можем судить о том, что в организации происходит развитие? Что с ним происходит? Да. Давайте я запишу несколько. Хочу записать 10. Подскажите мне. Рост оборота. Ну, то есть это валовое производство как раз, да? Ну, или продажи оборотов. Что еще? Давайте вы. Ну, давайте. Что с ней происходит? Хорошо. Еще. Давайте вы. Давайте вы. Ну, можем сказать то же самое, да. Ну, что еще? Вы. Да. Повышение или снижение? Снижение себестоимости. Снижение, ну, я напишу затрат, да. Снижение себестоимости. Это мы считаем, что организация развивается там. Снижается себестоимость. Хорошо. Продукты, да? Как? Географическая инспансия. Хорошо. Растем в мире. Географическая инспансия. Еще? Географическая инспансия. Ну, хорошее очень слово и идея конкретно. Новые направления. А, понятно. Что еще? Пока пять. Рост уровня заработка не платит. Хорошо. Давайте вы. Вы. Как? Может, применение инноваций? Ну, да. Напишем. Инновационное развитие. Пока не знаем, что это такое, да. Потому что, если мы сейчас инновационное с вами развитие вот сюда в заголовок положим, то нам все то же самое расскажут. То есть, пока мы не знаем, что такое инновационное развитие. Давайте вы. Давайте, да. Это запишем. Еще два мне надо. Давайте вы. Вы. Нет? Внедрение технологий. Рост доли на рынке, да, допустим. Давайте, да. Внедрение технологий. Новых, да. Внедрение технологий. И рост доли. В общем, дорогие коллеги, я могу сказать, что у меня будет другое понимание развития. То есть, я, собственно, пришел, чтобы, наверное, рассказать вам о том, что вот это вот все больше похоже, знаете, на движение раковой опухоли, которое расширяется, увеличивается, ну, при этом у нее там что-то снижается. Но трудно сказать, что, в общем-то, будет комфортно жить в мире организмов, которые развиваются вот таким образом. То есть, такие, знаете, разбухшие предприятия с большими органами, ну, с хорошими зарплатами, на самом деле, и с хорошей бедой. Значит, поскольку у меня лекция по организационному развитию, это я уже из Фейсбука вставил в свою презентацию, и я, в общем, хочу сказать, что вообще до рождения Христа, по мнению философов, о развитии вообще речи не было. То есть, только христианская религия позволила вообще думать о будущем, как об изменившемся мире. Ну, это такой экскурс у нас исторический на две тысячи лет назад. А до этого вообще было представление о том, что мы живем в колесе сансары. То есть, рождаемся, что-то происходит, и дальше мы умираем. Ну, люди, да, потом снова перерождение, снова все то же самое. Ну, и, в принципе, я не знаю, вот у меня приходит метафора организации. Ну, в одной организации поработали, пошли в другую, там все то же самое. Такая же скука, так же интересно, такие же зарплаты. Ну, то есть, ну, вот как-то все происходит одинаково вокруг. И только в XIII веке испанский такой был богослов, Раймонд Лулей, предложил для человека лестницу развития. И, по сути дела, он сказал о том, что есть несколько уровней на этой лестнице. Сначала люди, как камни, потом люди, как трава, потом как деревья, потом как животные. Потом в своем взрослении коллективы людей достигают уровня человека, потом ангелов, потом уровня Бога. И вот с этой мудростью входят в божественный храм мудрости. То есть, постигают, собственно, как устроен мир. И если нас сегодня интересует организационное развитие, то именно там они вот постигают, как оно устроено. Ну, собственно, и нам это надо где-то минут за 30 оставшихся постичь. Войти в этот храм мудрости по поводу того, как совершать изменения в компании. И почему какие-то изменения. Ну, здесь вот особо изменений нет, здесь в основном рост. Почему какой-то рост и изменения мы можем называть развитием? Почему нельзя это называть организационным ростом? То есть, вот, пришел человек и, значит, докладывает вам по поводу организационного роста. Как расти в мире, как расти в зарплатах, как расти в производстве и так далее. Почему нужно рассуждать о том, что какие-то ситуации мы можем называть не ситуациями изменений, а ситуациями развития. Ну, и, в общем-то, есть предложение перейти к исследованиям организаций, которые вот я, во всяком случае, начинаю с исследований 50-го года прошлого века. Был такой специалист по организационной психологии Ренсис Ликерт. Он выделял четыре стиля отношения руководителей и подчиненных. Первый стиль — авторитарно-эксплуататорский, он там на картинке есть. Второй — патерналистский. Третий — поддерживающий тип. И четвертый — коллегиальный. То есть, по сути дела, вот с этого Ренсиса Ликерта началась такая наука, как организационная психология, о том вообще, как живут организации. Значит, в 86-м году, уже при нашей жизни, британский организационный консультант Гаррет Морган написал такую книгу «Изображение организаций». И он, собственно, написал, что на организацию можно смотреть по-разному. Через разные очки такие. И сквозь эти очки можно увидеть, что некоторые организации похожи на механизм. Видите, вот здесь первая картинка, как механизм. Имеется в виду, что организация устроена как машина. Каждый на своем месте. Все должно работать как часы. Полный контроль и ежедневная рутина. Значит, эта метафора, она родилась не в 50-е годы. Именно так ее описывал в свое время Тейлор. Ее так описывал Файоль. К этому стремились советские революционеры, которые создали Институт научной организации труда. И они говорили, что каждый, конечно, мечтает о том, что он уедет куда-нибудь за границу отдыхать на Мальдивы, а организация будет работать как часы. И каждый сотрудник на своем месте будет выполнять свою функцию. Значит, есть альтернативный взгляд. Извините. Значит, организация – это организм. И вот она растет. В ней есть неконтролируемые совершенно, как в нашем организме, какие-то функции. Они как-то живут сами по себе. Я в этом месте бы хотел, если у нас останется время, показать вам видео, которое было записано компанией «Автодеск», как изменяется организационная структура организации в этой компании. Ну, по сути дела, это как цветок, как дерево, как человек. Значит, третья метафора, которая возникла в мире по поводу организации, что организация – это вообще как человек. У организации есть мозг и есть органы. Мозг – это кто? Ну, директор, наверное, с советом директоров из став, который там у него сидит. Значит, а органы – это вот все остальные сотрудники, от которых сигналы подаются в мозг. А мозг им что делает? Дает питание, зарплату, премиальные. Ну и, собственно, вот эта метафора является основой для информационных систем существующих. Потому что Норберт Виннер в свое время описал эту метафору мозга в своей книге. И на основе этой книги Стеффорд Бир, английский исследователь, построил, на мой взгляд, одну из первых систем информационных в Чили. Вместо компьютеров на рабочих местах там использовались телексные аппараты. Из каждого завода в ситуационную комнату, в которой сидел Сальвадор Альенде вместе со своим правительством, поступала информация о том, как работают заводы и сколько нужно питания рабочим на этих заводах и самим предприятиям исходного материала для работы. По сути дела, он передал эту метафору вот в такой схеме. Ну, то есть, вот заседание правительства вы можете заменить на совет директоров или там на органы управления, любые исполнительные органы. И имелось в виду, что вот с помощью, я вот слышал как раз пиар сотрудников, то есть, вот у них использовалось телевидение, людям передавали основные задачи, которые стоят перед предприятием, в кавычках, перед организацией, перед страной. На экране телевизора они, значит, это все видят, ну, может, в газете где-то прочитают. Соответственно, через свои какие-то пути коммуникации с советом директоров, с правительством, они транслируют удовлетворенность или неудовлетворенность счастьем. Ну и, собственно, вот такая простая система. Стеффорд Бирр ее описал в книге «Москфирма». Она есть на русском языке, можно потом ее даже почитать. Я возвращаюсь к метафорам Гаррета Моргана. Еще он сказал, что организацию некоторые представляют как культуру. То есть, мы одна команда, у нас общие ценности, общие мифы и герои, мы одно племя. Есть метафора пятая, как политическая система. Мы разрабатываем, в этой метафоре он имеет в виду, мы разрабатываем свои стратегии политические, для реализации которых собираемся вместе, и защищаем свои интересы. Интересная метафора каторга. То есть, вот место, где подавляется все человеческое. И много исследователей так описывают предприятия. Седьмая метафора. Организация – это процесс изменений. Они изначально обладают способностью к самообновлению, и сотрудники могут повлиять на общую систему, определив, как и где можно вмешаться. Для появления новых способов деятельности необходимо напряжение. Формальная структура организации является только одним из многих уровней ее жизни. Восьмая метафора, как кто-то нам сказал, это инструмент завоевания мира. То есть, мы расширяемся и осуществляем экспансию нашего предприятия. Значит, Гаррет Морган также нам рассказал о том, что есть модели организации. Вот первая модель, он сказал, это классическая бюрократия. Первое лицо управляет с помощью разных структур правил положения и должностных инструкций. Все работает и эффективно, если ничего не меняется. Ни внутри организации, ни вокруг. Вторая модель – это первое лицо вместе со своими заместителями. То есть, будем считать, что вот уже организация достигает какого-то уровня сложности, когда первому лицу тяжело работать со всеми сотрудниками, контролировать в микроменеджменте каждое движение в организации. И он, в общем, со какой-то командой контролирует процесс изменений. Третья модель, он ее называет псевдокомандой. Такая модель позволяет решать какие-то проблемы до тех пор, пока темпы изменений не нарастают. Лидеры тогда команд, ну вот этих псевдокоманд, оказываются перегруженными. Это обычные начальники департаментов. И тогда снова в организации наступает проблема. Значит, вот следующая в нижнем ряду левая схема – это организация со стримами. То есть, условно говоря, есть какая-то иерархия в организации, но есть стримы, в которых работают команды проектные и осуществляют какие-то свои либо рутинные действия, либо какие-то изменения внутри вот этих вот контуров. Дальше он говорит о том, что, ну, может быть, он в то время еще не видел, или видел плохо, или мечтал только о таких организациях, что есть вообще вот такие организации, где влияние функциональных отделов, ну, вот функций, сведено к минимуму. Люди назначаются для работы над конкретными проектами. И вот такая организация, он пишет, идеально подходит для решения проблем быстрых изменений. Ну и, конечно, в общем, последняя модель – это когда в центре есть какая-то команда, которая как мозг у Стефарда Бира, а остальные работают на аутсорсинге, и команда в центре только координирует деятельность остальных, ну, будем так говорить, предприятий. В 93-м году – это вообще все исследования недавнего времени. Я потом буду говорить о том, что вообще происходит буквально сейчас у нас на глазах. Аналитик Рент, Рент Корпорейшн – это основной think tank Соединенных Штатов Америки. Дэвид Ронфельд предложил следующую типологию структур. Он говорит, что организации вообще делятся на племена, иерархические организации, такие как армия, церковь, бюрократическое государство, рыночные организации, там, где есть конкурентный рынок, и открытые сети сотрудничества. И он, кстати, говорит о том, что современные формы организации – это такие, в которых сочетаются все четыре. То есть нет задачи перейти к какому-то одному. Нельзя не упомянуть Клэра Грейвса. Американский психолог. В 66-м году на эту тему опубликовал он первую статью, и его ученики развили на базе его исследований теорию спиральной динамики и дали собственную классификацию человеческих коллективов. Если вы помните, у Гаррито Моргана схемы не цветные, вот в этой схеме исследователи их расцветили и начали говорить о том, что есть вообще восемь уровней организации. Первый уровень – это бежевые. Если вы помните, бежевый уровень, самый простой – это племена. В племени, значит, каждый из-за себя подчиняется только вождю. Первый уровень, вернее, это школа выживания, еще выжить надо, извините, бежевый уровень. Фиолетовый – это племя-клан, подчиняются только вождю, вот в центре. Есть некоторые контуры безопасности. Со всеми остальными племенами встречаться нет никакого смысла. Как только мы встречаемся с соседними племенами враждебными, возникает красный уровень. Красный уровень – это империя эксплуататоров. Со всеми боремся, все ресурсы направляем на борьбу. Следующий уровень – это когда империя эксплуататоров превращается в авторитарную иерархическую структуру. Все правила утверждены, понятны, все нормировано. По сути дела, мы недавно встречались с известными на рынке компаниями КАПСИ, они несколько лет последних ведут на территории Российской Федерации и исследования, условно, по этой методике. И, конечно же, по этой методике видно, что достаточно много компаний ведут себя как компании красного уровня, то есть находятся в постоянной борьбе за место на рынке. Достаточно много компаний, корнями уходящих, конечно, в наследие Советского Союза. Ведут себя как классические бюрократии. Ну и, что удивительно, достаточно много компаний фиолетового уровня, которые надеются на чудо, на магию, на вождя. Ну и, собственно, по собственному опыту и по вашему опыту видно, как вы можете проследить, как за последние 10 лет количество таких компаний на рынке существенно снизилось. Все-таки наиболее интересные, успешные компании, которые на рынке появляются и работают, это компании, ориентированные на успех, на стратегию, на прибыль. Это компании оранжевого уровня. В мире сейчас, как говорят там авторы этой теории, наиболее сильны и успешны компании зеленого уровня, которые являются одновременно социальными сетями, сотрудники в организации являются социальными сетями, они крепко друг с другом связаны, находятся на одном уровне иерархии. На желтом уровне они выделяют компании, которые ориентированы на процесс и находятся в потоке изменений. Есть еще бирюзовый уровень и коралловый. И, по сути дела, кстати, Донбек на прошлой неделе приехал в Москву, прочитал несколько семинаров, я вчера с ним встречался. И, по сути дела, эти исследователи на этой базе ведут достаточно много проектов, в том числе в коммерческих предприятиях, в том числе в странах, участвуют, например, в решении проблем арабо-израильского конфликта. Крупный экономист, там сейчас есть Саид Давлабани, который этой методикой пользуется. Ну и, собственно, они показывают, как разные культуры в организациях сменяют друг друга. Это вот такой график, тут странно показывают, это Донбек. И, наверное, конечно, интересно жить в мире, где преобладают зеленые, желтые структуры, где каждый является каким-то звеном в системе разделения труда и помогает соседям по рынку наращивать, по сути дела, как объем продукции, так и, собственно, выработку на одного человека. Известный американский профессор, систематик, Юнир Барьян, который занимается теорией сложности, по сути дела рисует такие же картинки. То есть вот он говорит о том, что вообще в истории цивилизации можно проследить, что сначала были небольшие структуры, которые могли контролировать небольшой уровень сложности в организациях. Потом, поскольку уровень сложности и количество элементов в самих организациях, количество людей в организациях выросло, то потребовалось по-другому организовывать организации. Я уж прошу прощения за тавтологию. То есть от полностью контролируемых структур мы, говорит Юнир Барьян, идем к миру сетей. И, собственно, тот, кто не перешел к миру сетей, он говорит, выпадает из рынка, выпадает из промышленного производства, потому что в авторитарных бюрократических структурах верхушка не способна удерживать тот уровень сложности мира и тот уровень сложности в производственных отношениях, который сейчас есть. Эту сложность, которая есть в мире, можно только собраться и взять коллективом. Мне очень приятно, что сидящие здесь сидят за круглыми столами, и когда требуется обсудить изменения в организации, они собираются, вы собираетесь, и общаетесь, как это можно сделать. Потому что, в принципе, можно было бы переложить это на какого-нибудь другого человека и сказать, да разработай нам. Но ведь 100% он не учтет того, что важно. Значит, я не предлагаю верить Юниру Барьяну. В 1997 году генеральный директор издательской группы Ринальд Мюнлер опубликовал книгу «Смена власти и управления. Драмы и шансы». И он предложил смотреть на организацию как на три организации одновременно. Он сказал, что в организации одновременно присутствует и слой иерархии в центре, и организация одновременно — это сеть внизу. И когда мы смотрим на изменения в организации, мы должны учитывать, что изменения происходят в этих двух слоях. А в третьем слое, он сказал, это невидимый виртуальный слой, слой проектов, и они вот живут там. И это достаточно тяжело представить, что организацию можно разрезать на три слоя, в каждом из которых будут одни и те же люди. Но изменения-то будут происходить в каждом из этих трех слоев. Вдохновленные этой схемой компания «Бета-Кодекс», которая работает в Германии, нарисовала свою такую трехслойную схему, и они сказали, что есть формальная структура организации. Но мы ее обычно себе представляем как иерархическое, они говорят, но на самом деле очень хорошо было бы, если бы мы знали, что это сеть. Есть такой слой в организации, где люди коммуницируют друг с другом и создают ценность продукта. И есть неформальная структура, в которой вообще какие-то отношения между людьми, которые мы не можем контролировать. Это компания «Бета-Кодекс», она работает как раз в рамке организационных изменений, и они говорят о том, и основная задача организационного развития это перейти от формальной бюрократической структуры к новой модели, в которой лидерство бы создавалось в распределенной сети. Джон Коттер, известный теоретик чейндж-менеджмента, написал в этом году очередную книгу, которая называется «Экселерейт». И он нас успокаивает и говорит о том, что вообще, он говорит, «Я всегда знал, что организация эволюционирует от сети к иерархии. И она сначала рождается как сеть и расширяется как сеть, а потом вот что-то с ней происходит и какие-то отделы в ней сначала кристаллизуются как иерархии, а потом вот вся организация превращается в иерархию. И если бы мы с вами были бы маленькие, как муравьи, я бы сказал, и в этот момент организация превращается в муравейник, и из нее уходит мышление. Ну, каждый просто сотрудник у этой организации знает, как вовремя взять соломинку и куда ее нести. И действительно, и растет этот муравейник, и, наверное, бы рост бы бесконечно, если бы среда на него как-то не влияла. И он говорит, ну, он не знает же, что, значит, Ринальд Мюллер написал книгу про три слоя, значит, он говорит о том, что и организация — это два слоя. Это сеть и иерархия. И основная задача развития состоит в том, чтобы уберегать организацию от кристаллизации в своей авторитарно-бюрократической иерархии и постоянно возвращать ее к сети. И если можно, специальную процедуру сделать. Это я добавляю от себя, и со мной наверняка согласится команда Марии Сташенко, что основная наша задача, когда мы приходим в организацию, это посадить ключевых сотрудников за круглыми столами и предложить им обсудить, как они видят организацию, как они видят стратегию этой организации и договориться об оргпроекте. То есть, кто в этом оргпроекте будет чем заниматься. И именно в этом, конечно, заключается управление изменений компании. Нет такого рецепта, чтобы поручить кому-то сделать оргпроект и включить в него мнение всех участников компании. Это может происходить только за счет создания неформальных связей в одном пространстве, поскольку организация, как нам показали авторы, это сеть. Неформальная структура в том числе. Я всегда сравниваю организацию с футбольной командой. Но мне всегда хочется, чтобы любая, даже крупная, организация играла как футбольная команда. Чтобы каждый знал, в каком месте он находится, какие комбинации у него в арсенале, какими трюками он может пользоваться. Ну, я когда прочитал книжку Стефорда Бира, я увидел, что у него тоже вот есть такая картинка. Он тоже писал и сравнивал организацию с футбольной командой. Он говорил о том, что тренер, конечно же, рисует своей команде, кто что должен делать. Но это же не я нарисовал эту картинку. Если вы посмотрите хорошие книги о том, как должна быть организованная командная игра, там будут картинки. И люди, конечно же, за круглыми столами должны рисовать, кто в чем участвует. Ну, как можно договариваться? Только на общем каком-то листе. И еще я сравниваю хорошую компанию с оркестром. И я понимаю, что, в общем, никогда директор компании, извиняюсь, дирижер оркестра не звонит барабанщику и не говорит, слушай, а сейчас, пожалуйста, вот вжарь там посильней. Или скрипачу, ты давай помедленнее вот это вот играй, я тебе еще завтра перезвоню, скажу, как надо играть на самом деле. Потому что в компании есть, в оркестре есть ноты. А в компании нот нет. Мы пока нотную грамоту для компании не написали. Возможно, наша задача, как теоретиков организации, да, организационного развития, написать ноты для компании. Там первый шаг в этом направлении сделал, конечно, Генри Гант, сделал в таблице Ганта в начале 20 века. Эти таблицы Ганта вошли сейчас в Microsoft Project, там мы все им пользуемся и уже не помним о том, что это сделал Генри Гант и выходец из России, инженер Вальтер Поляков, который уехал в Нью-Йорк, консультировал мэрию Нью-Йорка. Но нот, в которых каждый бы нашел свое место, в компании нет. И поэтому компания не играет как оркестр. Единственное, что мы придумали в этих организационных изменениях, это мы задали себе вопрос. А оркестр, даже имея ноты, он должен репетировать или нет? И когда мы собираем за круглыми столами топ-менеджеров, которым предлагаем поговорить о компании, как она устроена, разработать стратегию в компании, разработать стратегию организационных изменений в том смысле, что, а как они будут внедрять информационную систему? Мы предлагаем потом сыграть в это. Ну, порепетировать. А иногда, ну, и получается порепетировать один раз. Ну, получаются какие-то инсайты очень хорошие, то есть становится понятно, что нужно делать с компанией, когда мы все поговорили, все поиграли, 4-5 часов. А я всегда говорю, ну, меня потом спрашивают, а сколько вообще надо играть? А я всегда говорю, а сколько надо репетировать, чтобы сыграть, как вот, ну, оркестр, там, например, Большого театра? Наверное, каждый день можно играть. Потому что в итоге в компании должна появиться слаженность, люди должны почувствовать друг друга. Потому что в большом помещении, где происходит игра, они не разделены стенами, не разделены телефаксами, не разделены электронной почтой. В большой игре они понимают, как они могут рассчитывать на своих коллег. Ну, потому что, ну, какой-нибудь полузащитник, он спиной чувствует, что ему отправят пас. И такая сыгранность в компаниях. А я имею в виду большие компании. Должна быть в итоге такая, какая сыгранность у Большого оркестра. Ну, собственно, вот все, что я хотел сказать вам про организационные изменения. Спасибо. Вопросы есть у кого-нибудь? Да, пожалуйста. Вячеслав Караев, компания «Мегаполис». Первый вопрос. Мне не очень было понятно вступление по поводу ВВП, в частности, России. Не очень понятны некоторые факты. То есть, скажем, вы сравнивали ВВП США там, 114, по-моему, тысячи вы сказали, да? Да, на одного. Да, то есть, насколько мне известно, там, порядка 50 тысяч, да, у России 15. Значит, на занятого. А, на занятого. Во-вторых, это же один только ракурс, То есть, если посмотреть с другого ракурса, скажем, брать ВВП не на человека, а в общем, то Россия уже где-то там на пятом месте, шестом, да? То есть, картинка совсем другая вырисовывается. Плюс, если брать, скажем, картинку, которую вы рисовали по удвоению, да, с тысячи до двух тысяч, то, скажем, если рассматривать Россию, то в 99-м году, в 1999-м году там было тысячи с чем-то долларов, да, а в тысячи, в 2009-м, если не ошибаюсь, уже порядка 9 тысяч, да, то есть, за 8-9 лет с тысячи, там, до 8, да, то есть, вполне нормальные данные, поэтому мне не очень понятно вступление, в чем был вообще посыл его. Второй вопрос, вот все эти исследования, опять же, они очень поняты итог, то есть, с одной стороны, вы говорите про слабость структурных организаций, с другой стороны, потом приводите, пример, оркестра, да, то есть, оркестр, это как раз не лебедь, рак и щука, они все-таки более структурированная организация, и плюс, если говорить, скажем, про PMBOOK, который сейчас более-менее активно распространяется, там есть, скажем, теории сильных матриц, то есть, как вот это связано с тем, что вы сейчас рассказывали. Спасибо. Ну, смотрите, у вас там 4 вопроса, скажите, какой вам больше всего, вот вас волнует. несколько задел, я вот не очень понял, зачем так вот. Ну, это хорошо, что задел. Это хорошо, что задел, потому что, если вы будете продолжать думать, что у нас страна на шестом месте, у нас все в порядке, то, в общем-то, это не цель моего, это не цель моего выступления. Моя цель показать, что у нас не все в порядке по другим критериям. И мне эти критерии, кажется, гораздо важнее, чем то, что наша страна на шестом месте. Ну, можно еще вспомнить, что она на первом месте по олимпийским медалям. Ну, то есть, тогда совершенно точно не надо заниматься никакими организационными изменениями. Надо законсервировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Вот так вот. Я сказал, и сейчас повторю это, чтобы была понятна моя мысль основная, что переходить от сильных структур к сетевым нужно в ежедневном режиме. Ну, или там, допустим, в еженедельном режиме, или в ежемесячном режиме, или в ежеквартальном. То есть, нельзя, чтобы компания жила в сильной, авторитарной, бюрократической структуре. Постоянно надо выходить в неформальную структуру, собираться неформально, обсуждать, что мы играем, и репетировать. То есть, то мы делаем или нет. Вот так вот. Здесь тоже надо. А как же немецкую, скажем, достаточно сильную структуру всех компаний? Как? Немецкие, скажем, структуры, они достаточно сильные все компании? Да не вопрос. Понимаете, то есть, если мы говорим, что не надо никакого развития, то есть, вот у нас есть, например, специально обученные люди, которые работают в консалтинговых компаниях. Они нам расскажут, что делать. У нас есть пример Симмонса. Мы сейчас импортируем, например, Симмонс сюда. Значит, будем как Симмонс. Ну, или там, мы можем сказать, что Симмонс нам вообще нравится. То есть, это вот идеал организации. Ну, и все. И мы можем совершенно спокойно жить в этом состоянии дальше. Но, по сути дела, люди, которые на Западе занимаются исследованиями теории организаций, они говорят о том, что все структуры, которые не способны к изменениям, которые являются большими бюрократическими организациями, они вымрут, как мамонты. Выживут только те, которые будут быстро адаптироваться к изменениям, а быстро адаптироваться к изменениям могут компании, которые поддерживают свою неформальную структуру, которые неформально собираются, общаются, позволяют сотрудникам внедрять инновации. И вот таким образом компании будут развиваться в мире. Еще есть... Я думаю, что Китай идет вот по этой модели. То есть, он берет готовые предприятия, ставит, отлаживает производственные процессы, и это хорошо для десятых годов 21 века. Что с этими предприятиями будет через 30 лет, когда изменятся качественно материалы, например, уйдет металл, новые виды энергии появятся, новые виды продуктов на рынке. Что будет с этими предприятиями? Ну, вы можете нарисовать себе картинку. То есть, если они не изменятся, они просто будут стоять, как египетские пирамиды. Так же, как наши хрущевки, построенные в 60-е годы. Есть еще вопросы? Тогда давайте поблагодарим Максима. Спасибо большое. Я позволю себе подвести результаты сегодняшнего дня. Смотрите, конечно, когда я выбираю программу, ну и готовлю, насыщаю каждый день, что вам предстоит послушать, я думаю о том, что в некоторых случаях я выступаю как провокатор. Простите меня, пожалуйста. Но я, может быть, не совсем соглашаюсь с тем, что говорят спикеры, которых я пригласила, но я точно согласна с тем, что нас надо немножко иногда встряхивать. Вы меня простите за это, за то, что я вас встряхиваю, наполняя иногда вот такой вот информацией, который, может быть, там, ну, в чем-то возмущает вас, в чем-то заставляет задуматься, где-то, может быть, что-то меняет вас. Но, собственно, я такую себе задачу и ставила. Я собиралась завтра вам об этом рассказывать, но я просто чуть-чуть скажу о том, что вся Академия, она построена таким образом, что мы не учим те материалы, которые вы, в принципе, давно знаете. Мы их иногда вспоминаем, вот, когда приходят наши эксперты, рассказывают нам истины, которые в САПе, в общем-то, всегда доступны на сайте, и они об этом говорят, что есть книжки, есть презентации, учебные сайты и так далее. Мы пытаемся создать некую такую вот среду общения, которая встречается раз в месяц, рассуждает на общие темы и генерирует какие-то ценности, которые можно потом использовать. Собственно, я считаю, что прелесть Академии вот в этом. Если вам это нравится, пожалуйста, приходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА